Всем привет! Очень рад видеть столько людей. Спасибо за такое представление. Все практически рассказали, про меня добавить уже нечего. Помимо того, что я еще являюсь лектором нитологии, читаю курс по юзабилити, а также активно выступаю на профильных конференциях в последний год. Кликер мне кто-нибудь даст? Сегодня хотелось бы рассказать вам, спалить фишки, которые мы используем в своей работе по накрутке поведенческих факторов. План доклада. Обсудим чуть-чуть поведенческие факторы. Какие они есть, на какие группы их специалисты делят. Поговорим, какие варианты работы с этими факторами есть. Белые, накрутки и так далее. И пройдемся по трем типам, трем вариантам накруток, которые мы используем, которые я не видел, чтобы кто-то еще применял. Последним пунктом, чуть-чуть порекламирую свой сервис, расскажу про автоматизацию работы с юзабилити. Как способ улучшения ПФ. Что у нас есть по факторам? Яндекс следит за поведением пользователей, так же, как и Google, хотя отрицает это. И знает о нас гораздо больше, чем знаем мы сами порой. Первая группа, можно поделить на три группы спокойно. Все факторы. Первая группа, это у нас поведение на выдаче. Вторая группа, это поведение непосредственно на сайте. И третья группа, это уже после посещения сайта. По каждой из групп можно выделять какие-то отдельные факторы. Специалисты их делят там еще как-то между собой. Но основные, которые хотелось бы отметить, это CTR на выдаче и доля возвратов на выдачу. Скажите, кто-нибудь как-нибудь работает с этой группой факторов или пытается работать? Просто ручку поднять. Речь не идет о накрутках, да. То есть работа еще разок. Да, тут специалисты собрались. Процентов так 20-30 на глаз есть. А как работаем? Кто-нибудь может на вскидку хоть что-нибудь? Да, вот. Работа, да. В основном идет со сниппетом. То есть оптимизируем сниппет, увеличиваем кликабельность, его какие-то микроразметку внедряем и так далее. Более-менее все понятно, стандартные способы. Вторая группа факторов на сайте. Когда мы пытаемся увеличить время посещения на сайте, количество внутренних переходов, активные действия и так далее. Все работают наверняка с этой группой факторов. Поднимите ручки. С этой группой уже работают практически все. Потому что с ней работать проще, но результаты от нее получить сложнее. Какие способы у нас есть? Кто что использует? Еще разок. Триггеры. Отлично. Юзератор – немножко другая тема. Так, еще вариант. Ну стандартные, что применяется. Видео вставляем. Все знают эти приемы, как удержать пользователя подольше, заставить. Я сегодня попытаюсь рассказать те приемы, которые не совсем очевидны. И третья группа факторов – возвраты на сайт. Как с ней работать? У кого какие варианты есть? Да. Чуть-чуть погромче. Да, возврат, но опять же не через выдачу возврат получается. Да. Что добавить? Вызбранная кнопка «Добавить». Да, хорошо. Это на самом сайте добавляем, а потом пользователь возвращается. Опять же будет прием, который не использует никто, скорее всего. Я сейчас покажу. Поехали. Вводную часть, наверное, я пробежался. Все представили, о чем мы будем говорить. Полю темы. Три техники, которые мы придумали, активно используем. Все техники построены на том, что нам необходимо заинтересовать пользователей и дать какой-то профит им. Если говорить вообще простым языком, то они основаны на жадности наших пользователей. И мы активно этот триггер используем. Первый вариант. Я назвал эту технику анкеты. Когда мы пользователя за какую-то скидку просим выполнить набор действий. Чтобы получил он скидку, ему необходимо ответить правильно на три вопроса анкеты. Как правило, в вопросы можно ставить какие-то коммерческие преимущества, те же самые триггеры, как было сказано. И люди тогда полазают по вашим страничкам сайта для того, чтобы ответить на эти вопросы. И увидят ваши конкурентные преимущества. Что вы там делаете быстро, гарантия большая у вас. Что там еще. Узнают место расположения вашего офиса и так далее. Вот пример сайтика, на котором мы это внедряли. Сайт по ремонту техники. Вот что получилось по данным метрики. Было до внедрения анкеты. Это у нас слева диаграмма. И справа диаграмма у нас то, что стало. То есть люди для того, чтобы получить скидку, начали активно серфить по сайту. Смотреть где, как, сколько диагностик стоит, где находится офис. И это привело вот к таким результатам. Применяли эту схему не единожды на различных сайтах. Вот пример другого сайта, где в среднем по среднее время на сайте у большинства сайтиков в топе. Оно не превышает 30 секунд. Нам удалось добиться результата в минуту 39. Это тематика, в которой типа такси. То есть позвонил, положил. Людей удержать на таких сайтах, как правило, тяжело. Мы добились такого показателя с помощью данной техники. Еще один вариант той же схемы применения. Это на нашем сайте, кому интересно, можно заглянуть. Мы готовы сделать огромную скидку нашим клиентам, если они разбираются. То есть нам интереснее работать с людьми, которые в теме. Для этого мы просим пройти такое длинное тестирование. 25 вопросов ответить, чтобы сложилось представление у клиента. У нас, как у компании-подрядчика, о клиенте. Знает ли он, что такое тайтл, ключевые слова и такого типа простые вопросы. Если клиент отвечает правильно, то у него скидка накапливается. И в итоге он максимум может выпить 50 баллов. И при заходе к нам данный лид будет обработан с огромной скидкой. Совсем простой вариант той же самой технологии. Когда мы пользователей просим буквально ответить на один вопрос. И он работает лучше всего. То есть мы в данном случае спрашиваем, понравился вам наш сайт? Да, нет. При нажатии, да, просто активное действие у нас пользователь сделал. Когда нажал нет, у него появляется окошко, в котором мы просим написать. Друг, пожалуйста, напиши, что тебе не понравилось на нашем сайте. И люди начинают писать. Вот вы уроды, там такого очень много приходит. Сайт говно и так далее. Но все это активное действие и все это помогает. Да, когда понравилось, мы предлагаем там, по-моему, зашарить в соцсетях. Второй тип техники, которую я назвал азартные игры, самый интересный, потому что он может повлиять еще и на выдаче поведения пользователей. Что в данном случае делается? Мы предлагаем пользователю выбить какую-то скидку. То есть у него есть две кнопки. Первую кнопку он нажимает, у него вылетает рандомное число. То есть ваша скидка 5%, как на экране. Нажимает второй раз, у него ваша скидка 3%. Нажимает третий раз, ваша скидка 7%. Даем им три попытки. И говорим, что в течение получаса больше у вас попыток нет. То есть люди, если очень жадные, они возвращаются, чтобы выбить максимальную скидку через полчаса. Кто-то более умный заходит с другого браузера. Кто-то, кто на работе этим занимается, садится за соседний компьютер к другу. И вот тут очень крутые результаты. Сейчас будут графики, покажу. Да, вот пример я привел из метрики по прямым заходам, как они выросли, когда мы эту штуку внедрили. Вот графики того, как изменялся трафик от внедрения данной технологии. На сайте четыре группы товаров на данном ремонтировалось. Это айфоны, макбуки, айпады и пятый кто? Аймаки. Вот мы айпады и аймаки вынесли в четвертую группу и на посадочных страницах. То есть под каждую модельку каждого гаджета была посадочная страничка сделана. На каждую страничку первой-второй группы, это айфоны и макбуки, мы внесли данную формочку азартную. На другие группы не внесли. То есть рост по первым двум группам очевиден. Графики очень красивые, Олега сервис строит. Можно наглядно увидеть, что Яндекс прореагировал. Во втором случае третья-четвертая группа никак не прореагировала. То есть там какие-то скачки и были, но ни с чем это не связано. Да, мы в этот момент прекратили все работы для чистоты эксперимента. Не покупали ссылки, ничего на сайте не меняли. То же самое произошло с Гуглом. Вот он Гугл. Гугл чуть-чуть меньше подрос, более плавно, без таких резких каких-то скачков. В принципе, все наглядно видно. Техника опять использовалась с нами не единожды на разных сайтах. Вот просто пример другого сайта, где мы ее применяли. Как альтернатива данной штуке мы придумали еще пазл. То есть тематика эвакуации. Пользователи после того, как где-то стукнулись, пускай это будет мкад, он сидит, ждет, ему либо уходить с сайта, либо залезать в соцсети, писать жене и так далее, что я там стукнулся, буду позже еще какие-то вопросы личные решать. Мы даем окошечко всплывающее после заказа, после того, как он в заявку зашел, и говорим, друг, пока ты ждешь эвакуатор, можешь выиграть себе скидку. И вот они начинают с телефонов даже, сидят люди и собирают этот пазл в кучу. Там среднее время получается 10 минут тех, кто собирает. Опять же там из разряда жадности разбито на три категории, то есть на скидку 5% надо собрать небольшой пазл, на скидку 15% уже там количество кубиков побольше. Пробовали еще одну альтернативу делать, сделали рулетку. То есть там был полный трэш, мы попытались опять же пройтись по той же самой схеме, поприкалывались, клиент дал добро, сайт трафика имел не сильно много, там несколько буквально запросов было в топе, и внедрили такую штуку, чтобы они сидели, дали ее чуть ли не в первый экран сайта, на главной странице, со всех остальных посадочных просто гнали туда. Вот такие вот оригинальные купоны, то есть на каждый значок, который был в предыдущем слайде, мы придумали купоны, и люди начали заморачиваться, просто посмотреть, что там вылетит в купонах. Не очень, наверное, хорошо видно, я просто чуть-чуть пару купонов прокомментирую. То есть там вариант селфи сделать с водителем, вариант выиграть бесплатную эвакуацию, и когда купон открывается, на бесплатной эвакуации вам говорят, «Друг, ты поставлен в очередь, в 2020 году мы перевезем тебя бесплатно». Ради того, чтобы посмотреть, какие еще там приколы есть, люди были готовы крутить эту рулетку, мы дали 10 опять попыток, и после 10 попыток надо было опять ждать полчаса. Еще один вариант альтернативный, то есть какие-то использовать игры. То есть меньше к азарту, наверное, но люди, которые знают, что такое 2048, поймут, насколько эта игра залипает, затягивает. У меня, когда сотрудники сделали, мы два дня рабочих просто сорвали, они сидели и играли. То есть вариант всем известной игры 2048 в исполнении студии F1 с фотосотрудников нашей компании. Третья техника и последняя – это когда мы используем для накрутки PF соцсети. То есть в данном случае речь идет о сайте, который продавал бижутерию, интернет-магазин, где было порядка 10-15 тысяч товаров. Точно не помню, в 2014 году мы эту штуку делали. В соцсети разыгрывался конкурс. Сначала он был ежедневный, потом два раза в неделю, еженедельный, потом два раза в неделю мы эти штуки начали проводить. И в соцсети бешивалась акция, что друзья, сейчас на нашем сайте можно найти бесплатный товар. Этот товар находится, допустим, в такой-то категории, и люди лезли, копались. Иногда не указывались категории, мы пробовали разные методики. И тут такой поток из соцсети ломился на сайт, и они все дружно тыкали, тыкали, тыкали. То есть когда заходишь в карточку товара, там была инструкция, при открытии фотки всплывает вот такое окошко, поздравляем, вы нашли товар. Тому, кто первый выложит принт, картинки там менялись каждый раз, принт в группе, тому этот товар бесплатно был. Там вылетало окошко, что ты можешь его добавить в корзину, мы тебе его привезем. Но по факту это давало не только новых посетителей, потому что мы SMM делали не только в своей группе, где там было порядка 10 тысяч, в основном женщин, конечно, но и по другим пабликам эту штуку распространяли. То есть у нас был регулярный рост новых посетителей из контакта, и при этом старые, те, которые уже поучаствовали в конкурсах, они регулярно принимали участие. То есть ядро сайта, оно там росло. Что это дало? Чтобы вы понимали, что речь не только об пользователях из соцсетей идет. Что-то не кликается у нас. Секунду. Да, вот. Опять же у нас выросли такие метрики, как время на сайте, количество переходов, но это не самое главное. Самое интересное, что у нас подросла посещаемость. Понятно, она из соцсетей была чем-то аргументирована, но это и сказалось на трафике из поисковых систем. Вот он рост графиков Яндекса и Гугла. Оба поисковика положительно отреагировали на данную фичу. Что еще в рамках данной технологии, мы из соцсетей пробовали делать, пробовали разместить наших сотрудников. Вот правый нижний специалист компании по туризму. Это сайт клиентский. Это наш технический директор. Он сейчас в зале находится. Максим может помахать там людям рукой. Дальше. На сайте ритуальных услуг я снялся в роли ритуального агента. Он там самый крайний. Правый. Это я стою. Дальше. На страницах 404 еще где-то мы запихнули пачку фотографий. И нашим пользователям в нашей группе в соцсети мы сказали, друзья, кто найдет больше всех наших сотрудников на наших сайтах, тот получит там какое-то хорошее вознаграждение, 5000 рублей, какую-то скидку, еще что-то. Акция просто проводилась, по-моему, в начале 2014 года. И вся толпа сначала ринулась на наш сайт, чтобы посмотреть на фото сотрудников, в лицо узнать, кого надо искать. И после этого ломанулись на все клиентские сайты. Там был список 50 сайтов, и они на них искали наши лица. Так назовем. Последнее, что я хотел рассказать в рамках доклада. Конечно же, работа ПФ не сводится к таким фишкам, накруткам, белым обманам поисковых систем, но и сводится к работе по юзабилити. То, чем мы славимся, регулярно делаем и проводим много-много различных аудитов. Принцип работы с юзабилити сайтов мы попытались как-то автоматизировать. И то, что мы применяли в оффлайне еще в 2014-2013 году, попытались вынести в онлайн. Назвали этот продукт Ask Users. Принцип работы очень простой. Мы формулируем вопросы, выбираем пользователей и прогоняем этих пользователей по каким-то определенным сценариям, спрашивая потом, что получилось у них, что не получилось, что было удобно, что было неудобно. Кто-нибудь вообще знаком с сервисом? Пробовал, заказывал? Так, 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 так. Ну да, десяток рук, наверное, есть. Неплохо. Давайте тогда еще чуть-чуть о том, каких результатов нам удается достигать в рамках работы с нашими клиентскими сайтами, партнерских, наших партнеров. Но тут конкретно партнеры. То есть изначально, поскольку продукт непонятный для большинства пользователей, новый, то мы в качестве первого шага рекомендовали делать задания через нашу техподдержку. То есть к нам обращались агентства, студии, многие из них тут тоже присутствуют, которые проводили исследования. Они давали доступ к метрике, мы делали сегментацию ЦА и под них подбирали наших пользователей в системе. Что еще им нужно сказать? После этого эти пользователи проверяли сайт, находили ошибки, люди внедряли. Вот результаты по отказам, например. Результат по конверсии. То, что мы вообще позиционируем. То есть сервис направлен в первую очередь на работу с конверсией. С PF-ами это промежуточный шаг, он все равно не монетизируемый. То есть позиции подрастут, но это даст только ширину воронки. С другими частями воронки продаж тоже работать как-то надо. Примеры роста конверсии. То есть второй это вообще очень крупный магазин. У них была уже неплохая конверсия известная. Сайтик. И мы подняли ее там с 1,9. Да, вот цифрки есть. Почти с 2% до 2,5. Так, не туда мотнул. И последний кейс хотел показать тоже наших партнеров, где ребятам удалось с помощью сервиса нашего увеличить PF. У них был хороший трафик. И когда хостовые подросли, Яндекс на это прореагировал быстро. И вот буквально после внедрения, Через 2 месяца, Трафик был увеличен там на 30%. Что еще хотел сказать? Методы все, Которые я рассказал, Они применимы. На большинстве B2C Спокойно можно это делать. Можно и на информационных сайтах. Надо просто немножко подумать. Главное не забывать про то, Что мы делаем, Имеет под собой еще и цель пользователя. Не забываем про пользователя И делаем не полный трэш, Как я показал с рулеткой, А стараемся что-то сделать, Чтобы это не сильно отклонялось От нормальной модели поведения пользователя В данной тематике. И все это работает. Можно применять, использовать. У меня все? Не знаю, быстро, не быстро. Давайте вопросы. Я бы сказал, неожиданно все. Неожиданно. Я думаю, что многим из вас понравилось, Что сейчас происходило. Артур, дайте микрофон, пожалуйста. Да, вот Артур, пожалуйста, Подходит к микрофону. Первый вопрос от Артура. Денис. Артур, куда перемотать? Кликер отдай. Привет, Денис, спасибо за доклад. Меня слышно, кстати, микрофон? Конечно. Говори. Мы коллегиально тут посоветовались. И вопрос такой коллегиальный. Денис, а мог бы ты структурировать Те поведенческие факторы, На которые ты предполагаешь, Что можно воздействовать При помощи сервиса Ask Users И предположить Процент вклада в ранжирование этих факторов? Процент вклада, я думаю, что... Подожди, 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 подожди. Артур, вернись к микрофону, пожалуйста. До процента вклада. Что ты имел в виду? Непонятно. На какие именно поведенческие факторы Ты предполагаешь? Ну, ты вот говорил, Можно воздействовать при помощи сервиса Ask Users И насколько силен их вклад в ранжирование? На хостовую только, я думаю, Что можно воздействовать Именно непосредственно на то, Что идет речь об Ask Users. Хостовый вклад имеет реально небольшой. Но я не позиционирую сервис Как работу над PF. Этот инструмент позволяет очень круто увеличить конверсию. Если вы готовы с клиентом работать за какие-то KPI, которые имеют соизмеримый с деньгами, как-то меряются, ROI и так далее, прибыли считать клиента, то и вы радеетесь за конверсию. То есть он сервис для вас. Спасибо. Да. Отличный вопрос. Сейчас секундочку. Даю вам трубку. Вставайте, представляйтесь. Здравствуйте. Меня зовут Валентина. Компания Ариал Дея. Слайд, где вы показывали про анкету на сайте такси. А с чего вы взяли, что на сайте такси нужно увеличивать время пребывания пользователя? Ну, это эксперимент. Я говорю как раз об этом. Надо делать все разумно. То есть время пребывания на сайте такси, оно оправданно. У нас сайт подрос. То есть с чего я взял, что нужно. В любом случае хостовы лучше, чем у конкурентов у нас получились. Ну, позиции-то в результате выросли. Чего? Позиции в результате выросли. Да. То есть это сказалось, но такой частоты эксперимента, как в кейсе с ноутбуками, там не было. То есть мы видим от этого эффект. У нас очень много подобных штук внедрено на клиентских сайтах. И второй вопрос. Мы сами занимаемся продвижением сайта, и наши KPI – это в основном трафик и позиции. Мы сами понимаем, что нам нужно повышать конверсию, делать больше продаж, но вот иногда такое ощущение, что наши клиенты сами этого не понимают. Я не готова, да, это проблема. И как их убедить? Вот вы все эти разработки делаете за свой счет, или вы это оплачивается? Я понял вопрос, спасибо. Дима не даст соврать, он называет модель нашей студии бутиковой. Почему? Потому что мы готовы за клиентские проекты горы свернуть. Мы работаем со всем. И за 2014 год мы процентов 80 клиентов посадили на колл-трекинг, меряем все от и до. Чек постоянно растет, клиенты довольны. Когда это все привязано к деньгам, а мы знаем, что такой-то канал, такое-то слово с этого канала потрачено денег столько-то, заработано столько-то. Мы неэффективно обрезаем, у нас экономится бюджет, мы все это повышаем. То есть, как мы этого добились, мы работаем с клиентами именно по бутиковой модели. Мы встречаемся раз в месяц практически с каждым клиентом. Мы объясняем, они приходят необразованные, да, почему вот я показывал там анкету, что мы рады, готовы сделать скидку большую людям, которые в теме. Как раз вот эта модель позволила нам с клиентами, большинством клиентов выйти на понятный KPI, и люди знают, что такое конверсия, и хотят с ней работать. Да, мы по звонкам очень с многими клиентами работаем. Более того, у нас есть свои сетки сайтов, где мы просто напрямую продаем. Дэн, извини, пожалуйста, давай, как бы следующий вопрос. К Денису всегда можно подойти, так скажем, в кулуарах, так не стесняйтесь, он человек очень общительный, и всегда вам расскажет на любой вопрос, даст ответ. Еще один вопрос ваш. Здравствуйте, Олег, компания Промтехсервис. Здравствуйте, Олег. У меня следующего характера вопрос. Вот я смотрю, что здесь были продемонстрированы, если можно так назвать, товаропотребительского спроса. Да. Такси, бюджетерия, ремонт техники. А насколько эффективно можно применять вашу методику и ваш сервис для узкоспециализированных товаров? Пример. Вот, в частности, наши фирмы, это, например, источники питания, насосы, лабораторное оборудование, ну, такое, на котором, в принципе, даже посетителей не так много. Ну, как с этим быть? Какие-то из приемов можно, я думаю, те же самые азартные игры в каком-то легком формате можно придумать, чтобы люди больше щелкали. То же самое анкетирование, нашли ли вы товар, да, нет, напишите нам, это все равно действие на сайте, на хостовую, как бы скажется. Следующий вопрос, Игорь Бакалов, Ашманов и партнеры. Приветствую. Денис, спасибо за доклад. Чуть-чуть поближе, не слышно тебя, Игорь. Вопрос такой, вот смотри, все эти улучшения завязаны на конверсию, на хостовые поведенческие факторы. Ну, не все на хостовые, на выдачу я показал пример, что мы тоже влияем. Ну, в основном, да. Как известно, ведь поведенческие факторы не каждый месяц даже в Яндексе апдейтятся. Да. Соответственно, ну, не каждый текстовый апдейт, он проповеденческий. Да, да. Вот по вашему ощущению, как часто они апдейтятся, и если не секрет, как вы их отслеживаете? Как часто апдейтятся и? Ну, отслеживаете вы их как-то дополнительно или нет? Ну, допустим, то, что вы увидели, был апдейт поведенческих факторов, в это же время посчитались новые хостовые, и ваш сайт, где вы там внесли улучшения, он вырос. Ну, я даже не знаю, что тебе надо ответить-то. Все ты рассказал уже сам. Так нет, я же тебя спрашиваю, как часто и как вы это отслеживаете? Как часто? Да не следим, в принципе, вообще. То есть, если вот работы какие-то проводились, да. Появился результат, хорошо. Нет результата, будем ждать. А через какое время после внедрения результаты-то появляется? Чего? Вот внедрил, ну, изменения на сайте сделал, через столько времени результаты по хостовым. Именно по хостовым. Но по хостовому очень длинная история, тут от трафика зависит. Если трафик на сайте хороший, то довольно быстро может это быть. Быстро я имею в виду пару месяцев. На сайте с трафиком там 150 человек, это все скажется нескоро. Надо чуть ли не полгода будет ждать вам. Ясно, спасибо. Сейчас следующий вопрос вот здесь. Сейчас микрофончик подадут, потом вы там. Представляетесь? Меня зовут Ульянов Алексей, компания AppMix. Очень интересный доклад, спасибо. У меня два вопроса. В какой момент целесообразно вот это окошко, что появлялось, вам понравился наш сайт? Наш понравился сайт, он вообще зафиксирован внизу просто лендинга, когда человек до конца домотал, оно там статичное, оно не появляется. То есть вы приводили тесты на лендингах, то есть не на полностраничных каких-то сайтах или на посадочной странице на какой-нибудь внизу? Нет, это не лендинг, это наш сайт, это главная страница морда. И второй вопрос, откуда вы берете пользователей для вашего сервиса? Пользователи для сервиса, да, сейчас про пользователей расскажу быстренько, тезисно. Пользователи мы изначально дали объявление в группе ВКонтакте, по-моему, группа называлась «Вязание крестиком, шитье», что-то такое. Потратили 100 рублей, договорились с владельцем группы, и к нам пришли первые 150 женщин, то есть повесили небольшой баннер, и они начали активно как бы использовать, ну, выполнять задания заказчиков. В первое время это были клиентские сайты наши, плюс по устным договоренностям, то есть еще когда из бета-сервис не вышел, мы некоторым компаниям предлагали, они все это дело тоже нам подкидывали заказы. После того, как мы выкатили в феврале этого года уже полноценную версию для всех, у нас начали люди пиарить по реферальной программе. Кто-то вешает рекламу в директе со своей рефералкой, хочет пригнать других пользователей, кто-то на блогах, там очень много по заработку про нас статей написано, и трафик идет. То есть у нас очень много пользователей приходит, в день где-то порядка 20 новых заявок, но проходит из них модерацию порядка трех-пяти. То есть у нас очень жесткая модерация, мы хотим действительно показать заказчикам, что люди живые, и без прозвона, без скайпа, без документа, без пяти ссылок, там, трех ссылок на соц.аккаунты, которые не только что зареганы, мы не принимаем в систему людей. То есть у нас школьников и роботов гарантированно нету. Модерация самая жесткая, какая возможна. Ответил? Спасибо за ответ. Следующий вопрос. Извините, пожалуйста, гарантированно вы можете задать вопрос, если подойдете к микрофонам, они стоят вот в средних проходах, то есть там не нужно ждать, пока к вам подойдет девушка, даст вам микрофон и так далее. Все? Денис, спасибо большое за доклад. Интересно. Меня зовут Павел Акатов, компания Акатов Медиа. Очень приятно. У меня два вопроса. Первый вопрос. Я считаю, что вот эти методы удержания клиента на сайте, они грязные. Ну, отчасти да, соглашусь. И, соответственно… Но можно делать их красиво, чтобы это действительно пользу доставляло. Да. Соответственно, смотрите, я с тем же успехом могу просто обнаженную девушку повесить в том же поп-апе, и она и все мужики как бы будут задерживаться там довольно долго. Но мне интересен именно бизнес-результат, который вы даете. В слайдах у вас этого не было. Результат какой? Бизнес-результат. То есть до внедрения вот этих поп-апов, например, было там тысяча человек в день. После внедрения, ну, тысяча человек в день, из них там какая-то конверсия в деньгах, да? Увеличились ли лиды? Да. Именно в лидах? Ну, то есть лучше вообще в деньгах, как бы. Лиды – это неважно. Да, мы все, я уже еще раз повторюсь, очень глубоко меряем, но давать количество лидов там просто не хотелось. То есть я могу показать, да, у нас буквально недавно, Артур не даст соврать, там на битве гладиаторов есть такая онлайн-конференция, недавно проходила. Мой коллега показал все это с лидами, звонками и онлайн-заявками. То есть можно это все найти и посмотреть. Я здесь рассказывал про именно технологии ПФ, вот эти, которые мы придумали, используем. То есть интересно? Берите в юзайте. Окей, интересно просто именно эффект от этого. То есть то, что выросло там… Ну, эффект я показал, да, то есть трафик растет, позиции растут. По поводу трафика, можете вот этот слайд открыть? Или сложно сейчас? Что можете… По поводу роста трафика из поисковых систем. Ну, на слайдах же было. Сейчас уже просто подготовлен новый доклад, поэтому, к сожалению, слайдов… Ну, я презентацию выложу, готов ответить в личке, пиши, покажу принтов. Денис, все участники конференции и так получат на регистрационные свои e-mail'ы, получат все презентации, которые здесь сегодня… Маленький вопрос, а по каким запросам вырос трафик? По каким запросам? Вот конкретно тот кейс был, там, ремонт iPhone, ремонт iPhone 5s, ну, такого плана. А, то есть целевые запросы, да? Да, целевые коммерческие запросы, которые были сделаны, под них посадочные страницы, там кластер был собран, запросов, и вот весь этот кластер, он вырос. То есть специально в Russian Analytics разбили на две группы и одну мерили, где внедряли, другую, соответственно, не внедряли. Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Давайте сейчас здесь вопрос, потом вы. Как бы два вопроса и двинемся далее к новому докладчику. Представляйтесь. Меня зовут Игорь, Education for New Era. Денис, мне понравилась очень ваша презентация, она полна креатива. Я отвечу сразу предыдущему оратору. Денису неинтересны мужики, которые разглядывают голых теток. Настоящие мужики работают, и поэтому Денис бизнесмен, а голые тетки рассматривают другие. Мой вопрос. Спасибо. Да, вопрос. Денис, вы сказали про обратную связь. Это применение известного принципа «лиш-отелье». Каждое воздействие имеет противодействие. А что вы можете предложить по продвижению мультипольного продукта? Не узко специализирую, мультипольного продукта, который имеет возможность удовлетворить клиентов различной категории? Ну, я еще раз, наверное, отвечу банально. То есть мы под те сайты, которые мы продвигаем клиентские, мы придумали, это сделали. Если у нас стояла бы задача придумать для другого клиента, мы бы придумали для другой тематики. То есть сходу взять и сказать, как сделать вам, я, наверное, сейчас не готов. Если просто подойти чуть-чуть подумать, там, в кулуарах пообщаться на эту тему, может быть, что-то придумаю, сходу подскажу. Если нет, то попозже, например. Спасибо. Отлично, спасибо. И последний вопрос. Здравствуйте, Денис. Меня зовут Георгий Леонтьев. Компания «Херш Кулев Медиа». Вопрос связан с непосредственно поп-апами. Ведь Яндекс, как известно, давно уже негативно относится к тизерной рекламе. Там поп-ап был в одном моменте. Я не знаю, почему у всех сложилось впечатление, что это все в поп-апах, это все на отдельной странице. Можно я это говорю тогда? Да. В вашем докладе, да, как раз было неясно, как вы представляете ваши вот эти вот игры и как вы представляете вот это вот, ну, притягиваете людей к азарту и к участию в этих акциях. Ведь если просто разместить это как подраздел сайта или что-то еще, то вряд ли кто-то это просто заметит. Да, вот конкретно на посадочных страницах внизу делается, либо делается на главной, что дает возможность еще накрутить такой фактор, как возврат на главную. То есть вы делаете просто ссылку незаметно, а кто ее найдет уже непонятно. Не ссылку, а большую кнопку. Хочешь заказать со скидкой, иди вот сюда. Внизу морды большой вот этот блок. Ага, понял. Вы не пользуетесь поп-апами, да? Поп-апами не пользуемся. Поп-апа единственное окно всплывает, что там выиграл ты что-то, и все. И то из этого поп-апа ведет кнопка в корзину. Это пример с бижутерией, который был единственным на поп-апе. Понятно, спасибо. Отлично. Ну что же, еще раз скажем спасибо Денису. Денис нарежный выступал для вас. Спасибо. 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 Спасибо.